всем привет все больше и больше популярности набывают вот такие вот изделия из эпоксидной смолы все различные кольца украшения и другая сегодня сделаем вот такую вот желатиновую форму для литья этих же колец нам понадобится желатин глицерин вазелин супер клей и вот такой вот коробок из лего для заливки ну еще тара приступим когда мы сказали вот такой вот коробок возьмем вазелин и намажем им коробок да еще нам понадобится либо обручалочка какая-то либо еще какое-то кольцо которое мы будем с которым мы будем делать форму берем это кольцо и супер клей она кольцо тоже можно мыснуть вазелинчиком вот так вот так теперь супер клей берем формочку и капаем в двух местах так как капать моем случае не чем я возьму на палочку возьмем колечко в двух местах прижмем вот у вы у у у у у у у у подождем пока хватится так как у меня недостаточно суперклея возьму два шарика из пластилина все держится теперь приготовим без саму смесь берем тару и желатин подсыпаем глицерин подливаем перемешиваем еще желатина еще глицерин перемешиваем эта смесь многовразовая и при плавке она снова становится жидкой еще разок и дольем глицерин перемешиваем и отправляем это все в микроволновку до кипения глицерина оказалось маловато я добавлю еще кстати эта смесь невыносимо воняет после добавления еще глицерина у нас получается вот такая вот более менее текучая тягучая смесь смотрите чтобы она была не сильно густой но и не сильно жидкой теперь берем нашу форму и сначала аккуратно капаем внутрь кольца как я уже говорил эта смесь поддается переработки и при повторном нагреве она снова становится в таком состоянии вот мы распределяем чтобы никаких пузырей не было смесь более менее устойчива к воде но не к теплой и вот так мы заполняем наше кольцо теперь же заливаем с внешней стороны тоже для начала маленькими порциями чтобы не было пузырей теперь распределим и заливаем оставшуюся смесь и 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 Вот, теперь оставляем наше варево остывать. Можно поставить в холодильник, но лучше так, просто в комнате, чтобы пузыри выходили лучше. Вот значит. Это доступный способ, его может позволить себе каждый. В следующем видео я сниму, как я заливаю кольца, полирую, шлифую и упаковываю. В конце я покажу, как, что выйдет из формы, ну а пока до свидания. Вот такой вот результат. Сама форма отделяется хорошо. И вот. Достаем кольцо. Вот кольцо целое. И вот форма. Форма получилась без изъянов. И вполне подходит для литья. Все. В следующем видео встретимся. Продолжение следует... Продолжение следует...